Дима Терпугов Дима Терпугов А это значит, что тугоухость может серьезно навредить Диме. Некоторые звуки, в отличие от других воспитанников, он различает. Но неконтролируемое восприятие напрямую отражается на настроении и на поведении. Диме трудно усидеть на месте и сконцентрироваться на чем-то одном. Он больше творческий ребенок. Он любит заниматься прикладным каким-то творчеством, чем писать, считать. Усвоить материал на уроках Диме, как и другим первоклассникам, помогает стационарная звукоусиливающая аппаратура. Комфортный уровень звука дети контролируют сами. Индивидуальные регуляторы у каждого на столе. Услышал ли ребенок учителя, всегда видно по улыбке на его лице. Нарисуйте нос. Учителя и педагоги заметили, стационарное звукоусиливающее устройство подходит Диме даже больше, чем имеющийся у него индивидуальный слуховой аппарат. Он к нам прибыл, у него был аппарат, но, к сожалению, этот аппарат, наверное, неправильно подобран, потому что ребенок жалуется на то, что он ему мешает в ухе, на то, что у него голова болит. Поэтому он его и не носит практически. Но я не знаю, аппарат, наверное, уже не соответствует современным требованиям и с его возрастом. Понимая, что новый слуховой аппарат для Димы – это настоящая путевка в полноценную жизнь, руководство интерната отправило мальчика на обследование в центр слуха. Там ему подобрали соответствующие мощные многоканальные слуховые аппараты, которые делают то, с чем не справляется собственная система мальчика. Усиливают звук, разделяют речь и фон, не создавая при этом шум и свист. Педагоги рассказывают, в клинике Дима даже не понял, что это всего лишь примерка и крайне расстроился, когда слуховой аппарат с него сняли. А сделать это пришлось. Аппарат стоит 205 тысяч рублей. Помочь интернату собрать эти средства решил Русфонд. Для Димы создали отдельную страничку на сайте. Чтобы помочь мальчику слышать, нужно лишь отправить смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Конечно, наша задача ребенка научить за 10 лет так, чтобы он мог в обществе свободно общаться. Но он любопытный, ему все нравится. Немножко, конечно, он устает у нас быстро. Но вообще ребенок подвижный, активный, хороший, совершенно не боится людей. Но будем его учить к тому, чтобы он у нас мог в коллективе сверстников быть и стал полноправным членом нашего общества. Педагоги школы-интерната уверены, в будущем Дима обязательно выберет творческую профессию. Он с удовольствием играет в настольные игры, собирает конструктор. Всегда разные интересные задания для него придумывает и психолог, чья задача – максимально раскрыть способности мальчика. Какой-то тут вот сюжет уже какой-то получается, картина, можно сказать. А вот музыкальный инструмент по душе Дима пока не выбрал, хоть и регулярно посещает уроки ритмики. Такие занятия для слабослышащих необходимы. Они развивают такт, а значит и координацию. Дима в этой дисциплине хоть и не отличник, но все же приходить сюда ему, как и другим ребятам, нравится. Надо детей всех любить, конечно. Они чувствуют эту любовь, чувствуют, что их хотят научить, что их любят. Это самое главное у нас. А если ребенок чувствует, что его любят, он и будет учиться с удовольствием. На сегодняшний день Дима – единственный воспитанник школы-интерната, у кого нет ни родителей, ни опекунов. Поэтому главное, на что надеются педагоги, что когда-нибудь помимо музыки, стихов и речи, он отчетливо услышит самое главное – что его любят его семьи. Инна Щедрова, Игорь Бултов. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели».